МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! На главном телеканале Якутии, как всегда, по рабочим понедельникам, еженедельная информационно-аналитическая авторская программа, считаю, важна. Программа, в которой мы опровергаем пословицу «Утро вечера мудренее». Сегодня мы поработаем для вас в жанре телевизионного журнала. И вас ждет ревью по трем темам. Какие они? В первой части мы вернемся к обсуждению проблем и, собственно говоря, вопросов развития малой авиации в республике. Во второй части гостью программы станет уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Саха-Якутия Айталина Соколова. И в завершение выпуска мы поговорим о предстоящем чемпионате ювелиров и огранщиков. И, ну, вообще, собственно говоря, об этих отраслях. Что объединяет эти темы? Вы знаете, есть такой известный предприниматель, бизнес-тренер, медиаперсона, известный теле- и радиоведущий, мне как-то доводилось даже с ним общаться, Дмитрий Потапенко. И вот не так давно я обратил внимание на одну значимую, на мой взгляд, его фразу. Экономика сжимается и будет сжиматься, но это не значит, что вы не имеете возможности развиваться. Вот такой эпиграф о развитии в различных отраслях и объединяет темы нашего сегодняшнего выпуска. Хорошего вам вечера вместе с нами. Мы начинаем. Здравствуйте, уважаемые первые гости. Я хочу сказать, что телефон нашего прямого эфира 423897. Звоните нам, пожалуйста. Иван Лукин, председатель Ассоциации Малой Авиации Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Дмитрий Махаров, генеральный директор Акционерного общества лизинговой компании «Туймада Лизинг». Добрый вечер. Добрый вечер. Иван Владимирович, давайте с вами начнем разговор. Вот, собственно, тот эпиграф, который я прочитал, экономика будет сжиматься, но это не значит, что вы не имеете возможности развиваться. Как вы думаете, на ваш взгляд, сжимающаяся экономика – это какое время для развития малой авиации? Удобное, неудачное, неудачное, возможности, невозможности? Ну, я думаю, сжатие экономики – это не повод, чтобы какие-то новые, ну, будем направления в бизнесе открывать. Это, я думаю, это возможности. Это возможности? Да, это возможности. Для возрождения малой авиации – это удобное время? Ну, я бы сказал, да, сейчас, по крайней мере, те, ну, будем, основные составляющие, которые определяют, особенно, вот, по воздушным судам, малая авиация – это доллар стабильный и так далее, и так далее. Ну, сейчас это перечислять я не буду. Не будем, не будем. Есть возможность. Хорошо. Прямо переходим уже к телу нашего сегодняшнего разговора. Значит, мы нашу беседу будем чередовать с фрагментами интервью, которые были записаны немножечко ранее. Во время визита в Якутию основателя и генерального директора компании Jet Transfer Александра Евдокимова. Будьте добры, мы готовы, вот, посмотреть первый фрагмент и продолжить наш взгляд. Не только здесь, в вашем крае, существует проблема в малой авиации, это национально по всей стране, вот, и нехватка техники – это, наверное, основная проблема, которая сейчас у всех стоит, так сказать, таким красным, красной точкой, да, которую, фактически, эту проблему нужно решать. А как ее решать, все выбирают разные способы. То есть, кто-то пытается использовать, там, какую-то старую технику, да, обновлять парк за счет того, что какие-то производятся доработки на стареньких самолетах. Вот, мы сторонники того, чтобы все-таки техника была новой. Вот, в последнее время, уже, не время даже, а уже несколько лет, мы работаем с Якутией в отношении того, чтобы попытаться каким-то образом решить вопрос по поставке новой техники сюда. Да. Естественно, это вопрос очень непростой. Техника дорогая, она, ну, действительно, позволит республике решить, точнее, краю решить все свои проблемы по каким-то воздушным перевозкам. И, конечно, без участия, без поддержки государства здесь не обойтись. Иван Владимирович, ну, вот, Александр Юрьевич обозначил одну проблему, собственно говоря, она, как бы, такая общая, да, скажем, она не только республики касается. Как вы думаете, какие еще проблемы? Вот, есть, например, такая проблема избыточного госрегулирования? Да, ну, вот, допустим, если брать три основные причины, которые, вот, мешают развитию авиации не только вот в республике Сахар, но и в России, это, первое, это правовые. То есть, это зарегулированность, то есть, и избыточность госрегулирования, этот, как его, деятельность внимания в авиации. Вот, всякие, трое попытались у нас, трое оказались, как говорится. Мы говорили о Росавиации в прошлой еще программе, да. Второе, это дороговизна самолетов, как отметил Александр Юрьевич, это дороговизна воздушных судов, особенно новых. Поговорим об этом сегодня, да. Да, вот. Третье, это именно неразвитая инфраструктура, если, допустим, у нас будет, мы уже купим самолету, этот, как и договоримся с властями, этот, как и Минтранса России, переведение ФАПа в более разумные такие рамки, то у нас останется, куда летать. Допустим, раньше, когда был, ну, в годы моей молодости, один Маганский объединенный авиатряд обслуживал 256 посадочных площадок для Ан-2. Это один из 12 объединенных авиатрядов. Ну, в нашей республике на данный момент имеется 629 населенных пунктов труднодоступных, из них 50 считается труднодоступным, то есть никакого круглогодичного доступа к этим населенным пунктам нет. Вот. И еще, от этих, допустим, вот, ну, площадок, она была где-то только 456 где-то было всего по республике. Осталось 100. Давайте о деньгах. Что бы вы сказали об убыточности малой авиации? Есть ли такая проблема? Ну, убыточность малой авиации, она в каком смысле, вот, допустим, если привести пример, из чего состоят тарифы? Ну, авиабилет – это такой извечный вопрос, на который, ну, наши телезрители в свое время не получили ответа. А я отвечу, да. Ну, возьмем, если авиабилет, она состоит из девяти составляющих. То есть это топливо, это техническое обслуживание, это запчасти, это капремонт двигателя винта, это аэропортовые, метео, аэронавигация и лизинг. Вот эти восемь составляющих от компании не зависят. А девятый есть такой сухой летный час, он называется. Это накладные расходы авиакомпании. Куда входит зарплата летчиков, наземного состава, бухгалтеров, экономистов, советников, пресс-служба, стоянка самолетов. Эти расходы постоянные, понимаете? И эти расходы включаются тоже в тариф. И именно вот авиакомпания может влиять только на эту составляющую, напрямую. То есть аффективность работы менеджмента зависит от этого, как его, от этого, ну, размера сухого летного часа. А этот летный час, тем больше самолет летает, тем меньше. Тем меньше самолет летает, он больше. Потому что вот эти постоянные расходы, сухой летный час, делятся на количество полетов. Значит, из этого что получают? Почему у нас сейчас убыточно малая авиация? Потому что мало летаем. Вот, допустим, возьмем на Ан-2, в среднем летает он 100 часов в год. А для того, чтобы рентабельно летал самолет малой авиации, нужно полторы тысячи часов в год. Ну, хорошо. Другие типы самолетов, которые вы предлагаете к использованию в республике, они будут брать меньше на борт пассажиров, насколько я понимаю, да, соответственно, увеличивая количество рейсов. Ну, вот теперь подходим к выбору типа самолетов, допустим. Ну, сейчас в основном летают на Ан-2, на Ан-3 сейчас самолеты. Ну, Ан-2, вот именно о чем самолет, первым делом, когда вот именно выбирается самолет, первым делом, ну, определяется, кроме взлетно-посадочных характеристик, чисто вот в советское время в основном обращали на летно-технические характеристики. То есть на какую полосу он садится, на длинную, большую или так далее. А сейчас на первый план выходит экономическая часть. То есть при выборе самолета ты не должен только определять, что он садится на короткие полосы и неподготовленные. Ты должен еще одновременно смотреть на экономическую часть. Вот по этой экономической части, вот когда мы делали вот именно исследование, мы взяли вот эти типы, допустим, Ан-2, Ан-3, Пилатус и Сесна. И вот, я не буду дальше распространяться, там, короче, есть такой показатель стоимость одного пассажира километра в рублях. То есть у Пилатуса 62, у Ан-3 63, у Ан-2 64 рубля за километр. То есть если этот билет получается 100 километров, это на Ан-2 будет 6400. Сесна 32. Вот откуда идет это два раза меньше уменьшение. Сесна нужно 32 рубля на один километр. То есть, допустим, на 100 километров, если с поселок летать, Ан-2 будет тратить, ну, попросит 6400, мы попросим 3200. Хорошо. Человеческим языком, возможно снижение стоимости авиабилетов? Да, ну, возможно, стоимость авиабилетов со стороны государства что нужно? Надо именно с точки зрения налогов. Допустим, один налог такой простой, транспортный. На Ан-2 250 тысяч на один самолет. Летает он, стоит он, 250 тысяч отдать. Допустим, вот если у тебя есть 10 Ан-2, из них летает 3, то ты должен 2,5 миллиона отдать транспортный налога, на который ты, как и включишь, сухой летный час именно трех самолетов. В общем, вот это все именно собирать. Теперь аксизы на топливо, которые возмещаются потом, этот как авиакомпания. Первое, ты включаешь его тариф, это удорожание. А потом этот тебе аксиз возвращается. Ну, это тоже именно такое несовершенство налогов. Об этом-то можно, много говорит. Вот я говорю, что налоговая точка зрения надо посмотреть. НДС. Хорошо, Иван Владимирович, значит, в ваших предложениях по возрождению малоавиации, ну, можно же так сказать, да, наверное, да, фигурирует лизинговая компания. Почему возрождать надо именно через лизинговую компанию? И мой вопрос к вам, Дмитрий, безусловно, собственно, связан с этим. Подключайтесь. Ну, если мы говорим избыточное госрегулирование, ну, на самом деле, протоксизм обязательно должен быть. То есть, в помощи государства. А мы видим в помощи, вот, скажем, по постановлению 12.12, 30 декабря 2011 года, существует субсидирование лизинговых платежей. Именно лизинговых платежей, так и по черному, по белому написано. И вот, вот, Иван Владимирович настаивает, чтобы самолеты покупались именно через лизинговую компанию. А Тоймада лизинга является, вот, с 96-го года мы существуем, работаем, 100% республиканский, региональный, да. Он практически единственная лизинговая компания на Дальнем Востоке. Практически за Уралом так такого нет, чтобы в регионе были свои лизинговые компании. Вот поэтому мы как раз попадаем под это постановление. То есть, насколько я понимаю, это обязательность такая, да, работать через лизинговую компанию? Ну, это, допустим, если я возьму кредит банки, да, ну, эту сумму, и этот как, то мне не возмещается. Субсидия не дается. Субсидия дается именно только при оретении самолета через лизинговую компанию. И поэтому постановление называется возмещение лизинговых платежей. Лизинговых платежей. Вы готовы к этой деятельности? Ну, на самом деле, мы ставим вопрос об увеличении уставного капитала. Он нужен, да? Он обязательно. То есть, это увеличение не нужно? Да. Мы, чтобы купить самолеты, или свои вложиться, что это, в принципе, большой объем, порядка 200 миллионов, или где-то занять левериш, там лизин есть такой, там с участием банков или каких-то других инвесторов, это накладывается на стоимость. Удорожение. Удорожение самолета будет. Поэтому мы настаиваем на увеличение уставного капитала. А вы какие-то особые условия предлагаете авиаторам? Да, есть у нас принципиальные договоренности. Если будет возможность увеличения уставного капитала до 200 миллионов, мы предложим удорожение годовых до 3%, плюс годичные каникулы. С чем они связаны? Да, в принципе, связаны с тем, чтобы самолеты пришли и начали зарабатывать уже, на самом деле, чтобы потом последующие лизинговые платежи оплачивать. И плюс мы даем принципиальные согласия на десятилетний, скажем, на период погашения. Хорошо, вернемся непосредственно к авиационной технике. Давайте посмотрим наш следующий сюжет с Александром Юрьевичем. Наша техника, наши самолеты, они настолько автономны, что какая-то инфраструктура, какие-то дополнительные вложения в взлетно-посадочные полосы, в саму инфраструктуру, они минимальны. Даже не соврестно сказать, что их, в принципе, не требуется. То есть самолеты, они абсолютно самодостаточны. Они позволяют эксплуатировать себя и на грунте. Для них не нужны специальные какие-то ангары, какие-то инфраструктурные подразделения, которые будут обслуживать их. То есть, как было при Советском Союзе, например. Если наличие самолета предполагает какую-то авиационно-техническую базу, кучу народа и так далее, здесь этого не требуется. То есть, фактически, как вы помните, есть самолет, вертолет, есть пилот. Вот, фактически, это будет так примерно. То есть, это не потребует каких-то дополнительных вложений в инфраструктуру. Перевозка будет обеспечена. Вы согласны с этими постулатами эксплуатации, ну, в данном случае, Сеснов самолетов, да, на севере? Ну, да. Почему вот именно, когда мы разрабатывали этот проект, мы изучили этот, как я, ну, будем говорить, весь мировой парк, который выпускается, именно такого класса самолета. И именно остановились на Сесне, да, ну, это просто, я скажу, что, если сейчас в мире 360 тысяч летает самолетов малой авиации, 360 тысяч, из них 190 выпущено Сесной. Это первое. Второе. Мы изучали опыт Аляски и Канады, который я там лично несколько раз бывал и в Канаде, и на Аляске, и непосредственно работал, знакомился с работой авиакомпаний, летал на этих самолетах и так далее. И там же у нас, вот, допустим, Аляска, у нее южная часть, это Анкориш, это широта Якутска. Выше, допустим, у нас самая высокая точка, это Тикси, то у них мыс Барроу. Это вообще около полярного круга. И там вот эти самолеты все летают. Этот Сесной, вот, караван 9-местный, вот этот 206-й, 5-местный самолет. И есть вот, который напротив, наш сосед, напротив, это на Адыре одном, там есть Беринг-Эйр, который имеет эксклюзивное право полетов на Чукотку и Америку между ними, разрешение ее, одна компания только. Вот у нее 20 караванов. На каком этапе сейчас находится вообще программа возрождения малоавиации в Якутии? О чем можно сейчас говорить, о каких вот последних шагах? Ну, у нас, в принципе, все работано. Те, которые, работа, которая нужна была со нашей стороны уже подготовлена, остаются только деньги. Ну, вы ведете переговоры с кем-то, да? Да, и с частными инвесторами. На прошлой неделе этот, как мы провели... Это можно раскрыть, да? Да, переговоры предварительно сейчас ведем с Алмат-Аргенбанком. В частности? Да, в частности. Ну, именно, в частности, там, либо увеличение уставного капитала, либо другие такие банковские механизмы, как леверидж и так далее. Александр Евдокимов, будучи здесь, говорил о важности того совета, на который он был приглашен 17 мая. Что это было за мероприятие? Да, это техсовет при департаменте воздушного транспорта, куда входят этот, как и все специалисты всех профилей, то есть авиакомпаний, то есть это, начиная от экономистов, заканчивая механиками, летчиками и так далее. Это 14 человек. И они вот именно сейчас будут непосредственно... Ну, если раньше, допустим, вот эти самолеты Ан-3, Ан-140, Пилатус, Даймонд покупались так, ну, будем сказать, без никакого обсуждения, широкого будем, то сейчас принято решение министрам, что это будет проходить через техсовет. Целенаправленно? Целенаправленно. Где участвуют, допустим, два представителя от Малой авиации ассоциации, есть ДОСААФ, есть Росавиация, Росстранснадзор, есть Якутия, есть Полярья. Ну, мы сами не в восторге от Росавиации, между прочим. Ну, есть она и что? Ну, все равно, они тоже свои, там голосующих 14 человек. Это понятно. Да. И вот будем выбирать, как говорится, с участием общественности, на которой мы стоим. Хорошо. Такой серьезный, очень важный вопрос. Вам для вот этой вот реализации программы возрождения малой авиации или, я не знаю, какой-то компании, которую, ну, в данном случае Александр Евдокимов представлял, нужна ли какая-то база, какая-то основа в лице действующей авиакомпании, на территории республики? Нет, это вот именно, почему мы настаиваем, чтобы... Главная цель нашей ассоциации, вот именно некоторые могут понимать, там, подготовка частных пилотов и так далее. Наша главная задача ассоциации, это внедрение малого бизнеса в авиацию, как во всех северных странах, в том числе Аляски, Канады. Потому что именно... А для этого государство должно обеспечить условия. Есть желающие, вот, допустим. Потому что вчера мне звонил один молодой человек, который... У нас уже все, времени не остается. Да, а эти игры, я тоже хочу вложиться. Но для этого условия... Хорошо. У нас реклама на нашем канале, увидимся через две минуты. Реклама пролетела, я надеюсь, быстрее, чем Боинг. В этой части программы нашей гостьей станет уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Саха-Якутия Айталина Соколова. Я к вам иду, Айталина Валерьевна. Добрый вечер, очень приятно вас видеть. 26 мая, день российского предпринимательства. Примите поздравления. Спасибо большое. У нас серьезный с вами сегодня разговор достаточно. Вот я в начале самой программы, в самом начале программы, ну, я обычный пигров привожу. И, ну, вот, к данному выпуску выбрал такое высказывание. Оно мне понравилось. Оно действительно для меня, ну, какую-то значимость такую имеет Дмитрий Потапенко. Известного предпринимателя, бизнес-тренера и так далее, и так далее. Экономика сжимается и будет сжиматься, но это не значит, что вы не имеете возможности развиваться. Вот мы сейчас говорили в первой части о развитии малой авиации, и, собственно, пришли к тому с гостями, что вот малая авиация как раз может развиваться в условиях сжимающейся экономики. На ваш взгляд, какие еще отрасли экономические могли бы... Ну, вот об этих отраслях можно было бы сказать именно так же. Ну, в период сжатия экономики, что такое, собственно, как понимать сжатие экономики? Да. Во-первых, ну, чтобы было понимание, это сжатие хозяйственной деятельности. То есть любая хозяйственная деятельность, она подлежит периодическому такому аудиту, там, если хотите, пересмотру, в зависимости от экономических условий. На сегодняшний момент те условия, которые мы сейчас наблюдаем, в которых мы сейчас находимся все, собственно, они диктуют о том, что бизнес, вообще экономическая сфера трансформировалась, где-то сокращались расходы, где-то что-то диверсифицировалось, там, я не знаю, оптимизировалось и так далее, да. То есть какие-то направления пересматривались и определялись новые точки роста, новые стратегии, какие-то новые приоритеты. В том числе и те направления, которые ранее, может быть, были не задействованы, да, или не в полной мере были задействованы, их можно было бы реализовать более активно. Например, это может быть, ну, так как мы все-таки все последние годы занимались, то есть в основном Российская Федерация развивалась по экономическому направлению экономики товаров, экономики производства, да, то есть, то сейчас активизируются, и такие последние тенденции идут к тому, что приоритет направления перспективное, это экономика сервисов. То есть, собственно, ни в коем случае экономику товаров мы продолжаем, безусловно, мелкотоварное производство, там, и так далее, да. Но экономика товаров, это для внутреннего потребления вы имеете в виду больше части, чем... Совершенно верно. Ну, тут может быть и внутреннее потребление, и на внешний рынок тоже смотреть, тоже искать какие-то... А что мы такого производим, что на внешний рынок, собственно говоря? Достаточно много посмотреть, в каждом регионе есть направления, то те же самые какие-то уникальные свои производства, экологичный бизнес, например, сейчас очень активно развивается, а у нас достаточно интересные перспективы в этой части развиваются. Понятно, что мы по технологиям отстаем, да, и здесь нам еще очень много нужно дорабатывать, но пробовать делать шаги, делать какие-то новые, рассматривать инновационные техники можно. А вот про сервис интересная мысль, и я, да, она услышана, то есть это... Я согласен, да. Это очень перспективно. Тут и информационные технологии здесь могут быть, и вообще улучшение качества обслуживания, качества услуг, сервисов дополнительных, то есть уже на том плацдарме, который был создан все последние годы, его улучшать, совершенствовать, это как раз та перспектива роста, которая может быть задействована на сегодняшний момент. Сейчас у нас с вами будет три больших таких темы для разговора, вот до того, как мы к ним перейдем, хочу спросить, а есть ли вообще, вот то, о чем мы говорим, у предпринимателей осознание соотношения их компетенций предпринимательских с потребностями населения? Мы говорим применительно к республике Саха-Якутия, к тому бизнесу, который есть. Я думаю, что есть достаточно серьезные компетенции, во всяком случае, на тех конкурентных рынках, которые у нас есть. Но это прежде всего города. То есть рынок постепенно насыщается, те или иные сферы преобразуются, кого-то, так сказать, где-то кто-то переформатируется, где-то кто-то укрупняется, да, то есть какой-то живой такой механизм. Это живой организм. Да, живой организм, этот процесс постоянно, непрерывно растет, и, естественно, появляются новые компетенции. Естественно, предприниматели, которые уже давно работают, они, разумеется, понимают, какой идет, какие есть перспективы, все равно развиваются. Это видно же, ну, невооруженным глазом даже, в принципе, на городе Якутске взять другие там города. Возможно, может быть, кто-то меньше, кто-то в большей степени, но, тем не менее, процесс этот все-таки идет. Другой вопрос, что в малоконкурентных рынках, там, где емкость рынка не столь велика, она у нас, в принципе, не велика, конечно, да, но, тем не менее, там, конечно, есть некоторые такие, может быть, застойные, ну, такой небольшой застой, но, застой компетенции, но это не связано с тем, что это человеческий фактор, да, только то, что мы, грубо говоря, не можем додуматься до того, чтобы как развиваться. А просто это условия таковы, да, в тех небольших лусах, районах, где, может быть, и не требуется ничего сверхъестественного, достаточно обслуживать то население, которое там работает, и этого уже достаточно, да, это уже, ну, такой объективный фактор. То есть население работает на, там, в какой-то отрасли в основном? Да, пусть даже это бюджетная сфера, и бизнес весь направлен на то, чтобы обслуживать то население, которое проживает в том или ином месте. И здесь не надо каких-то звезд с неба хватать, просто, собственно, просто это надо принять, понять и делать так, чтобы... Ну, наверное, в таких населенных пунктах бизнесу и не приходится мечтать о звездах, которые можно хватать с неба, на самом деле, да. Достаточно того, что есть, да. Хорошо. Глава республики Егор Борисов в ходе рабочего визита в Центр кластерного развития Якутия заявил о необходимости создания в республике фонда поддержки местного производства. Об этом знают уже все это новость, как бы облетела уже там все средства массовой информации. Цитата. Думаю, что до конца года мы создадим фонд поддержки местного производства. Предварительный объем фонда будет составлять полтора-два миллиарда рублей, сказал глава. Вот еще, что важно. В первую очередь речь идет о каких направлениях, собственно говоря, вложения, да. Большое внимание уделено развитию местного производства услуг, ориентированных на внутреннее потребление. В первую очередь речь идет о лесопромышленном комплексе, алмазно-гранильной и ювелирной отраслях. Кстати, мы поговорим об этом в третьей части нашей программы. Легкой промышленности, производстве сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, народных промыслах, выпуске сувенирной продукции. Скажите, пожалуйста, Алина Валерьевна, а вот может быть не вкладывать атомные вот эти вот совершенно деньги вот так вот точечно там в лесопромышленность, там вот в это, в это, в это, а создать просто благоприятный экономический климат? Дело в том, что экономический климат благоприятный, он не может быть без финансов, без вложений. А я и говорю, что вложения, собственно, это потратить. Да, то есть, ну вы говорите, без не вкладывать атомные. Вот не поддерживать, я имею в виду вот что, не поддерживать просто вот, вот сегодня я поддерживаю эту отрасль, а завтра поддержу вот эту вот отрасль. А там еще потрачу там 50 миллионов вот на эту отрасль. А вот это как-то вот в целом все создать. Не делите это по отраслям, я вот что имею в виду. Я поняла вас, да. Создать условия, в общем-то, возможности нахождения возможных форм, источников финансирования, привлечения дополнительных инвестиций в любых формах, каких бы мы, так сказать, да, это просто, ну как средство, скажем так, как механизм поддержки, это уже, собственно, составляющие условия. Что касается по отраслям, каждая отрасль специфична по своей сути, да, то есть есть свои определенные нюансы, там, производство, будь то туризм, там, сезонность и так далее. Мы, тем более в республике со своими особенностями, да, со своим колоритом, в любом случае должны подстраивать механизмы, которые существуют в целом, да, там, по Российской Федерации, там, допустим, общепринятые механизмы, подстраивать именно под те возможности, которые есть у нас на сегодня. Потому что сезонность ее никак не исключишь. Даже строительство у нас на сегодняшний момент сезонно, и, соответственно, те меры поддержки, которые, может быть, по всей средней полосе Российской Федерации, они работают там круглогодично, то у нас они, допустим, не могут работать, ну, априори. Поэтому, на мой взгляд, это разумное решение. Там все надо учитывать, и транспортные расходы действительно здоровенные. Собственно, я думаю, что это основная задача как раз была вот в этом же достичь такого направления. И, как говорят правильно, нельзя ложить яйца все в одну корзину, да, то есть, да, нужно смотреть, потому что понятно, что где-то это же, где-то что-то выстрелит быстрее, да, условно говоря, где-то потребуется больше времени. Поэтому тут надо рассматривать более гибче быть, более, ну, у нас просто выбора другого нет. Ну, лишь бы все это во благо, собственно говоря, и вот какого-то выхлопа такого вот не получилось, вот просто в пустоту. Но мне кажется, что эти деньги, ну, они достаточно, они очень большие эти деньги, на самом деле, и они принесут, они должны принести результат. Безусловно, да. И эффект. К тому же есть опыт работы. Я вот что имею в виду даже, потому что в данном случае лучше один раз, допустим, ну, я сейчас как бы вот с потолка беру цифру, лучше один раз 100 миллионов здесь потратить, чем 20 раз по 5 миллионов, которые ничего не дадут в конечном счете. Согласна, да. И система проектного управления, она как раз подразумевает такой подход, собственно, в том числе финансирование. Это, в общем-то, не мы первые придумали, достаточно серьезно развиваются все страны именно по такому направлению. Поэтому, я думаю, здесь важна, наверное, составляющая чисто менеджмента, да, то есть контроль и управление. Вот это вот серьезный такой момент. В принципе, все зависит от менеджмента, по большому счету. Да, наверное, с этого нужно начинать, да. И если эту часть отработать, центры ответственности определить, разделить, так сказать, определиться с теми процессами, которые мы определяем приоритетными направлениями, я думаю, что здесь успех, он неминуемый в любом случае. Вот. А потенциал у нас есть, есть определенные направления. Конечно, мы не можем, я не буду говорить, что у нас там достаточно серьезные возможности в промышленном производстве какой-то там, да, так сказать. Но какое-то небольшое вот эти мелкотоварное производство, я это и в самом начале, в 2014 году, когда приступила, говорю, что в принципе ничего мы не придумали нового. Это было всегда и есть, да, то есть небольшое. А вот, что касается, собственно говоря, маленького и среднего бизнеса. Кроме того, цитата, значит, опять же, вот это сообщение этого. Егор Борисов поручил членам кабинета министров республики ускорить принятие решения об уменьшении процентной ставки по ВСН, упрощенной системе налогообложения, до 3% для субъектов предпринимательства, за исключением занятых в торговле, строительстве и финансовой сфере. Ну, я понимаю, что, собственно, считается, что строительство, финансовая сфера, они не нуждаются в снижении ставки по ВСН. Но торговля-то, но это и есть тот самый малый бизнес, который наверняка просто доминирует, превалирует среди вот бизнеса, среди предпринимательства в республике. Я думаю, что здесь я с вами полностью согласна, что касается торговли, это двигатели. Мне сложно маржу там оценить, кстати говоря. Торговля это основной двигатель, если торговля развивается, то вторым этапом это как раз и производство подтягивается, собственно, да. То есть без быта мы в любом случае никуда не денемся. Но здесь к таким мерам, налоговым механизмам можно отнестись. Дело в том, что мы, собственно, были у истоков вот всех этих, мы имеем в виду Института полномочного по защите прав предпринимателя у нас в республике. Я, собственно, сама лично продвигала эти предложения по внедрению налоговых механизмов, да. И здесь надо смотреть гибче, потому что торговля, она тоже разная, да. И я думаю, что и глава республики, безусловно, декларирует, что не поддерживать высокодоходный бизнес, вот так, скажем, нужно рассматривать, да. Ну, тогда... И рассматривать торговлю с разных аспектов, потому что есть ведь и торговля социально значимыми там продуктами или товарами, так сказать. Это может быть и сбыт местной продукции той же самой. С точки зрения, тут нужно посмотреть, с точки зрения налогового администрирования, как можно подойти к реализации этой льготы, этой возможности. И вообще, в принципе, с 2015 году с правительством уже отработали, здесь Министерство экономики уже проработало эти предложения наши, в том числе и от бизнеса, общества и от Института полномочных. И была уже введена ставка от 2 до 5 процентов по 5 группам улусов. Вот, поэтому, ну, понятно, что в основном льгота упала на северные арктические территории, там, сельские поселения, да. А городам, крупным населенным путкам, там ставка осталась неизменной. Но я думаю, что и здесь можно попробовать. Дело в том, что надо пробовать, анализировать, какая льгота лучше работает, что на эти налоговые стимулы, какой идет отзыв, идет ли реакция. Потому что мы знаем, патентную систему уже сколько лет ее внедрили назад, а на сегодняшний момент она не так активно развивается, по большому счету. Налоговые каникулы, нулевые ставки ввели, тоже на сегодняшний момент мы смотрим аналитику, там не столь значительное количество. Поэтому я думаю, что это не... Хотя тоже один из важных моментов. Безусловно, у нас еще два блока, о которых я хочу спросить. Жесткую критику первого заместителя председателя правительства, министра экономики Якутии Алексея Стручкова вызвала ситуация с финансовым состоянием ряда предприятий госсектора экономики. По итогам состоявшегося 26 мая заседания экономического совета при правительстве республики Алексей Стручков потребовал усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании. Я прошу прощения, тут будет не очень короткая цитата. Так вот цитата. «Надо кардинально менять сложившуюся систему в сторону жестких требований к руководству, менеджменту компании, которое должно нести всю полноту ответственности за финансовые и экономические показатели своих предприятий». Сказал первый зампред министра экономики, подчеркнув, что это должно касаться всех компаний республики, вне зависимости от их принадлежности к государственному или коммерческому сектору, обращая на это внимание. И сразу же продолжение цитаты. «У нас большое количество нерентабельных предприятий. Конечно, есть объективные факторы, связанные, например, с выполнением сезонных работ, но, тем не менее, почти у половины предприятий республики неудовлетворительные финансовые и экономические показатели». Я буду здесь выступать в роли скептика Италины Валерьевны. Скажите, пожалуйста, насколько это важно обкладывать бумажной, бюрократической, непомерной, соответственно, вот этой составляющей, в том числе и коммерческие предприятия, малые, я не знаю, средние. Здесь не сказано просто, да, вот именно о каких предприятиях идет речь. Ну, допустим, тот же средний бизнес. Вот еще им писать, собственно говоря, там какие-то, значит, что здесь, антикризисные планы, ключевые показатели эффективности, положение о вознаграждении, стратегии развития инвестиционной программы. Да ему работать будет некогда, этому предпринимателю. Здесь я бы тоже посмотрела, здесь как и с другой стороны, здесь роль все-таки больше относиться к этому, ну, не как к бумажному процессу, там, бумаготворчества, да, а к тому, что у каждого, это, скорее всего, было в таком контексте, что у каждого руководителя должно быть, прежде всего, какое бы предприятие он ни руководил, будь то коммерческое, с государственным участием, или там полугосударственным, какие угодно, да, тем более с государственным участием, прежде всего должно быть свое видение, понимание стратегии, целей, задачи, куда предприятие идет. Задача получения прибыли. Но по факту, основываясь на результате, если мы говорим, что компании у нас нерентабельны, значит какая-то другая задача. Это безобразие, если половина компаний. Значит была какая-то другая задача, потому что если результаты говорят о том, что предприятие уже столько лет убыточно, то естественно нужно его как-то пересмотреть отношения. А то, что нет ответственности, это как раз один из результатов. Я вот еще что имел в виду в первом блоке нашей программы, что вот туда не надо вливать вот эти миллиарды. Безусловно, да. То есть тут как тоже в такой процитирую поговорки, да, лучше быстрая смерть, чем мучительная жизнь. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Да, чем ужас без конца я более постаралась деликатнее выразиться. Но мысль такая, какой смысл вкладывать в те направления, в те предприятия, которые из года в год показывают убыточный результат. Опять-таки надо понимать, ведь есть предприятия, которые несут определенную социальную функцию, да. Тогда нужно понять, сколько конкретно каждый год мы должны финансировать и почему мы это делаем, да. То есть какие направления, ну я условно скажу, там, может быть, там, условно говоря, там, производство хлеба или там детского молока, там, допустим, да. Что мы понимаем, что это убыточно, мы понимаем, что какую-то часть государства берет на себя как социальную функцию, а все остальное будьте добры зарабатывайте. Это, собственно, основной и все KPI, KPI менеджеров должны быть завязаны именно вот на достижении вот этих показателей. Показатели эффективности, скажем проще. Откуда вытекают как раз и все стратегии и точки, так сказать, планы развития и так далее, и так далее. Как и в любом малом бизнесе, потому что рисковать чужими деньгами всегда легче, чем своими. Вот малый бизнес, он почему, я сама не раз в свое время, будучи предпринимателем, когда приходилось принимать такие конкретные ответственные решения, когда ты понимаешь, что это направление нерентабельно, и тебе нужно принять решение либо сейчас это закрыть, чтобы не плодить, как говорится, убытки, да, и не вкладывать дополнительно, либо уже его наращивать до тех размеров, до которых оно действительно дойдет до точки безубыточности. Собственно, тут арифметика очень простая. А для этого нужно понимание, естественно, ну, когда я сам рискую своими деньгами, то я понимаю, что мне это уже терять нечего. То есть я уже должен нести ответственность перед самим собой. Айталина Валерьевна, спасибо вам большое наше время и стекло, и терять нам нечего. Реклама на канале НЛК. Реклама пролетела. Телефон нашего прямого эфира 42-38-97. Сейчас будем говорить о предстоящем чемпионате профессионального мастерства огранщиков и ювелиров в республике Саха-Якутия, открытом чемпионате. Готовясь к сегодняшнему эфиру и вот к этой части нашей программы, наткнулся на такую фразу. Еще немного упущенного времени и есть шанс, что мы навсегда останемся в прошлом. Так вот считают, кстати говоря, наши сегодняшние гости, с которыми мы и будем завершать наш сегодняшний выпуск. Нюргун Семенов, секретарь Координационного совета, профессионального образцового кластера алмаза гранильных и ювелирных производств. Борис Романов, директор ООО «Североалмаз технологии». Ну и Владимир Михайлович Шленов, президент торгово-промышленной палаты республики Саха-Якутия. Если я не ошибаюсь, представитель оргкомитета. Да. Понятно. Вот давайте, Владимир Михайлович, начнем. Ну, во-первых, кем организован этот чемпионат? Для чего, какие цели ставят перед собой организаторы? Всегда в любом деле нужно знать лидера. Лидера не просто чемпиона, победителя. Он обязательно должен быть, этот светлый маячок, в любой профессии. Вокруг него начинает формироваться вообще в целом мнение об отрасли. Мы гордились героями нашего труда социалистического в республике, среди зироводов, оленеводов, мореплавателей и так далее, и так далее. Горняков. Ну вот, к сожалению, в ювелирной отрасли у нас чемпионатов не было. Гранильной ювелирной отрасли. На будущий год мы будем отмечать 25 лет этой отрасли. 25 лет. Это очень важный этап, когда можно уже подводить итоги. Вы с чего начали? Что мы можем вернуться туда? Да, да. 25 лет назад, какими мы были. А мы были такими, когда в Сунтарском районе был огранен первый якутский алмаз. Понимаете, это все символы. И ведь получилось, получилось, но, к сожалению, сейчас сунтарские парни и девушки не хотят заниматься огранкой алмазов. Понимаете, и вот это очень серьезный вызов. Не вперед, а назад. А в чем вопрос? Значит, надо вспомнить буквально коротко, что такой Георгий Петрович Яковлев. Он же сунтарский. Это он создал Туймада. Не простой, а даймонд. И мы ведь... Но слуху было даймонд, Туймада даймонд. Ларионов Владимирович Петрович, наш первый академик, технарь. Это же вдохновители и победители этого направления. И 33 завода было, гранильных. Вот, для того, чтобы мы не пошли в обратную сторону, нужно и чемпионат провести. Вокруг чемпионата тот самый кластер, который создан и работает. И напомнить кое-кому про те поручения, которые дал лично глава республики, Егор Афанасьевич Борисов, ровно год назад. А где же программа развития гранильной и ювелирной отрасли? Алмаза гранильной и ювелирной, да. А у нас, говорят, программы нету, потому что потребительский рынок у нас плохой. Люди зарплату получают маленькую и не могут купить никак себе вот это украшение. Ну, хорошо. Возможно, на этом этапе у нас что-то я своей жене не смогу приобрести и подарить ей колье. Но надо научиться продать его тем, которые ждут это колье. Или браслет. Или гарнитур. А где они, эти люди? Учиться надо. Закончу мысль. А вот турки умеют и 67% того не делают, продают не у себя, не в Турции, а в соседях. Конечно. В Амман, Непуал и там далее. А там все, 67%. А мы сколько процентов вне? Поэтому наш чемпионат, товарищи скажут более подробно, как он будет проходить. Мы хотим еще раз показать, что мы умеем это делать. У нас есть лучшие, у нас есть пылающий лед, у нас есть огранка, которая признана в мире. Отлично. Борис Нюргун, значит, по каким компетенциям, что ли, да, если можно так сказать, будет провалиться чемпионат? Давайте с этого начнем. Если позволите, я отвечу. Отличие этого чемпионата, что там будет три компетенции. Ювелирный дизайн, ювелирное дело и, собственно, огранка алмазов бриллианты. Более того, на этом чемпионате будет проведена презентация. Презентация уникального проекта. Проекта реализации сырья. Сырья по камену. Да, 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 вот мы обязательно сейчас об этом поговорим. Мы проводим по трем компетенции. И в каждой компетенции, я надеюсь, у нас будут достойно представлены. У нас больше 30 участников. А по ювелирному дизайну уже поступают эскизы? Да, они уже... Они уже должны были поступить. Да, они уже должны были поступить. Они уже поступили. И мы завтра, думаю, вручим награду лучшим дизайнерам. То есть уже определились там. Да, и у нас действует лаборатория дизайна. В ней готовят студентов новейшим программам. 3D-моделирование. Работает 3D-принтер. Мы стараемся как-то... Как участников отбирали? Это открытый чемпионат. Поэтому практически любой мог принять участие. Вот в компетенции ювелирный дизайн могли принять участие даже люди, имеющие к ювелирному делу, скажем так... Опосредованное отношение. Да, да. А сколько участников, еще раз вы сказали? Больше 30. Больше 30. Да, и больше 16 предприятий. А в жюри из кого сформированы и, собственно говоря, кто? Может быть, какие-то известные люди? Ну, в жюри входят лучшие специалисты, скажем так, преподаватели, мастера. И входят, например, в жюри по огранке, входят представители Государственной инспекции пробирного надзора. То есть эксперты-гемологи. Да, понятно. Да. Ну и вот, собственно, помимо соревнований в профессиональном мастерстве, в эти дни в кластере алмаза, гранильных ювелирных производств будет проводиться презентация проекта про реализацию алмазного сырья для участников рынка. Что первично, на самом деле, конкурс или проект? Я же сказал, что нам конкурс просто необходим. Дело вот в чем. Вот, наверное, кто-то скажет из наших коллег, ведь мы опять стали победителями, наш парень в Сочи. WorldSkills. Ну да. Мы встречались. Мы встречались. Понимаете, чтобы стать таким победителем, ему нужно было пройти не просто здесь обучение, да? Экспертное заключение должно быть. Вот когда вы задали вопрос, мы должны иметь своих еще и экспертов, прежде чем выйти на тот уровень, на который мы хотим выйти, международный уровень, а не внутренний рынок наполнять бриллиантами. Понимаете, да? И поэтому, когда вы заговорили вот на эту тему, значит, у нас вот как раз Борис Романов сделал колоссальный рывок вперед, о чем мы мечтали многие годы. Мы были ограничены в своих собственных действиях. Получение алмазного сырья для огранки. Вот чего нам мешало. А ведь он обеспечивает сегодня учебный процесс профессиональной подготовки огранщиков и ювелиров. Борис, цели проекта какие? Вкратце расскажу. Проект этот был создан не по указке сверху, по какой-то задаче сделать так-то, так-то и действуйте в том-то направлении. На самом деле, это был большой анализ. Я в этом бизнесе уже много лет. И когда я видел, что бизнес у нас, в принципе, непостоянный, то есть есть подъемы, где-то опускаются, заводы, бывает, простаивают, потом опять работают, потом опять нестабильность в нашей профессии. Просто задумываешься, а почему так, а с чего проблемы? Когда мы общаемся с простыми огранщиками, простыми ювелирами, и рождаются просто простые вещи, что, чтобы купить бокс сырья, он стоит там 200-300 тысяч долларов, у них нет возможности купить этот бокс. Чтобы купить, даже стать клиентом из Соларуса, у него нет такой возможности, потому что они не могут ее ни по деньгам, ни по возможностям никак. Но работают на зарплату. Но так как зарплаты опять же нет, потому что они постоянство работы, опять встает тупик. И пришла просто, скажем, простая идея. Весь мир работает этой схемой. В Бельгии есть, в Америке есть, в Индии есть, в Израиле есть. В России этого нет. Сейчас мы просто исторически находимся, ну, вот именно в начале этого ситуации, уникальность этого проекта. То есть соединить огранщиков с... Сейчас он скажет. Разделить этот бокс. Бокс сырья. Мы делим через Гохран России поштучно. Потому что, почему именно через Гохран России регулируется с лаконом? Понятно, да. Была большая работа проделана с торгово-промышленной палатой. Мы ездили в прошлом году в Москву с Валентином Михайловичем. А Панов Андрей Анатольевич был. У нас меньше минуты даже уже остается. И, в принципе, это дает возможность сырья купить поштучно, огранить его, быть хозяином. Потом ювелир может выбрать себе парные, заказать его на сарине или там на специальном оборудовании себе те, какие бриллианты нужны, и потом продавать. То есть цепочка идет чисто не перепродажная, а именно для производственников, для ювелиров. Это очень важно. Для огранщиков тех же самых. Для огранщиков тех же самых. Конечно, конечно. И в этом главное отличие вообще от алмазной биржи, просто если такими вот общими словами просто говорить, да? Это алмазная биржа, которая здесь в Игукии. Но с одним камнем можно работать. Конечно, конечно. Хорошо, спасибо вам большое. Успехов во всем наше время, к сожалению, истекло. Как всегда, я желаю вам уверенности в завтрашнем дне. Увидимся. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!